Друзья, у нас очередной холодильник Alpicool, большой, удобный и стильный. Подключить можно дома или в машине. Большая камера может быть холодильником или морозилкой. Зарядит ваш телефон, если надо. Легко переносится, прекрасно перевозится и, конечно, дарит прохладу. Встречайте, Alpicool NX62. Немного повредился пенопласт, но у него такая работа. А сам холодильник цел и невредим. Вот он, красавец. Отличный дизайн в серых тонах. Не сразу поймешь, что это холодильник. Пластик с рельефным тиснением по всему корпусу. Такой меньше царапается и пачкается. Внушительная крышка с нишами под стаканы. Есть даже желоб для слива конденсата. В этой модели производитель добавил петли для багажных ремней и даже металлическую скобу-открывашку. Но кто скажет, что зря. Большие колеса – особенность этой модели. Здесь все как и с машиной. Больше колеса – меньше ямы. Катить будет проще. Багажная рукоять здесь не хуже, чем у лучших чемоданов из Парижа. В раскрытом виде высота ручки около метра. Поэтому никаких проблем с перевозкой. А как с переноской? Обратите внимание на ручки. Специальные упоры не дают им полностью откинуться вверх. Костяшки пальцев не упираются и нести такой груз намного удобней. Пора заглянуть внутрь. Холодильную камеру надежно защищает объемная крышка с полоской уплотнителя по периметру. Замок предельно простой. Обычная подпружиненная защелка. Вся комплектация находится в этой небольшой коробке. Сетевой адаптер для питания домашним электричеством. И шнур в розетку прикуривателя на 12 либо 24 вольта. Гарантийный талон на русском языке. Объем камеры 62 литра. И это однообъемник. То есть нет никаких отсеков или перегородок. Для слива конденсата есть отверстие, которое закрыто заглушкой. Аппарат при этом надо немного наклонить. Компрессорный модуль в этой модели находится сверху и закрыт кожухом. Кожух несложно снять. И специально для зрителей нашего канала мы его снимем и покажем, что находится внутри. Контроллер управления. Уже известный по другим моделям компрессор Ningbo Machinery Group. Радиатор охлаждения. Здесь он свернут в рулон для компактности. Плюс вентилятор обдува. Вот собственно и все. В этой модели одна камера и панель управления весьма лаконична. С помощью задатчика устанавливаем температуру, диапазон значений от минус 20 до плюс 20 градусов. Конечно все будет зависеть от продуктов. Если у вас запас мороженых стейков, тогда морозим по-взрослому. А если молоко или растишка, тогда ставим небольшой плюс и все будет в порядке. Теплообменника поясывает весь короб ближе к верхней части. Это хорошо видно по конденсату. Есть два режима работы компрессора. Обычный и экономичный. Экономичный лучше для расхода аккумуляторной батареи, если нет возможности использовать генератор. Холодильник легко управляется со смартфона по блютузу и сам зарядит ваш смартфон при необходимости. Из холодильника можно есть ночью. Для этого предусмотрена диодная подсветка. В общем, отличный компрессорный холодильник за вполне разумные деньги. От жажды и жары пусть страдает кто-нибудь другой.